сегодня будем готовить сердечко говяжье сливочном соусе оставайтесь со мной до конца я покажу как я это делаю всем здравствуйте доброго времени суток с вами я ника это мой канал московские будем миленькие мои сегодня хочу показать как я приготовлю сердце говядины сливочном соусе для этого мне понадобится говядина я уже порезала ее полосками лук сливки для соуса соль перец перец горошком и сейчас я буду все показывать оставайтесь со мной до конца здесь у меня лук я его натерла на крупной терке накрыла потому что он очень злой так здесь перец горошком сердечко я порезала вот таким вот образом это четвертая часть сердечко одну часть я использовала для котлет вы видели одну значит осталось еще часть от этой части еще часть отрезала еще большая часть осталось большое сердце сливки беру я вот такие специально прямо для соуса можно сделать в сметане я не люблю делать сметане потому что для меня сметана кисловатая водичка у меня уже кипит для начала я чуть-чуть сердечко буду у него не варить облашировать вот водичка кипит сердечко у меня помытая порезанная полосками можете как хотите резать я режу как вот я забрасываю сейчас вот это вот закипит водичкой я ее вылью промою кусочки опять налью водичку она закипит туда я добавлю сейчас покажу что это мог вы же знаете что я замораживаю во первых я когда тернул у меня такие вот махрушечки остались я их не выбросил это мне пригодится в бульон и я замораживаю вот такие вот толстые кусочки их не использую в салат я их оставляю замораживаю здесь укроп это вот кинза там всякая разная травка и вот еще даже то есть такая фиолетовая как она называется забыла вот она будет значит перец лаврушку я обязательно помыла и перец горошком добавлю это во втором бульоне сейчас я вот закипит у меня вот речка вылью промою опять водичку горячую наливаю закипит и туда вот это все побросаю чуть-чуть прям минут там 10-15 там может 20 и все и буду опять отливать сливать вернее болтушка не дает нормально разговаривать на спросе ну вот посмотрите видите закипает у меня сердечко и вот это я сейчас все сливаю сюда промываю вот в этой мест водичку выливаю не солю пока ничего не солю солить буду тогда когда буду тушить сливочном соусе все я это сливаю наливаю опять водичку холодную как только закипит после закипания 20 минут со всякими этими приправами буду варить сердечко забыла же сказать 4 часть почему потому что одну часть я использовала на котлеты с горбушей одну часть я делала пирожки третью часть я сейчас буду тушить сливочном соусе и четвертая часть у меня остается очень большое сердечко я вам повторяюсь вот я сердечко промыла видите на какой светленький значит чтобы не задавали вопрос нужно ли вот делать то что я делаю нужно обязательно объясню почему потому что сердце это мотор животного который перекачивает кровь и поэтому чтобы не было вот этой пенки накипи и так далее вот этой темное когда вот это не делаете и потом будете делать когда в сливочном соусе это сердечко оно будет темно это некрасиво будет выглядеть поэтому это делать нужно обязательно все я промыла чистенько она вот водичка если даже и солить я буду то только в конце как ну через 20 минут уже минута за две-три посолю может быть а может быть буду солить в соус не знаю наверно скорее всего здесь посолю но в конце уже когда минут через двадцать уже будут вставать это сердечко но все я продолжаю вы наблюдаете за мной сейчас уже водичка закипает и я буду закладывать туда сердечко вот такая часть еще мне остается вот я верю четвертинка вот две мои руки от этой четвертинка я что не перестаю удивляться такое большое сердце было так сердечки мои готовы отварила видите без всяких этих без всяких трав немножко здесь масла добавила разогрела сейчас чуть-чуть обжарю обжарю слегка обжарю с луком и потом добавлю я просто лук не люблю поэтому я натер китры можете порезать мелко вот я слегка обжарила прям слегка я знаю вот как в общем то я буду добавлением И теперь я буду добавлять сливки для соуса, они очень густые для соуса, они почти как сметана, поэтому я не вижу смысла добавлять сметану. Ну всё, я буду тушить на медленном огне до готовности. Как закончу, скажу вам, сколько я тушила. Миленькие мои, я закончила. Подавать я буду сердечко с рисовым сердечком, сердце говяжье с рисовым сердечком и с помидорным. Вот таким образом я презентую. Получилось очень вкусно. Оно, сердце получилось такое нежное за счёт того, что вот мы чуть-чуть отварили. Поэтому всем рекомендую так приготовить. Это правда очень вкусно, это нежно, это необычно. Подавать можно с любым гарниром, сегодня я подаю с рисом. Миленькие мои, я всех вас благодарю, кто пишет комментарии, ставит лайки. Кто меня смотрит, всем без исключения говорю огромное человеческое спасибо. Миленькие мои, пожалуйста, кто меня смотрит без подписки, нажмите на кнопочку подписаться. Вас это ни к чему не обязывает, а мне очень приятно. Всё дело в том, что у меня больший процент смотрят без подписки. Мне, конечно, немножко от этого грустно. У нас наконец-то наступило лето. У нас жара, 28 градусов. Я всех вас благодарю и желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника, и это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока!